Вы знаете, что совсем недавно у нас открылся мемориальный уголок, посвященный Академике Андреева. Вот вокруг Академика Андреева была большая приеда, сложилась в известном мире. Вот перед вами один из них. Пожалуйста, представьте. Сегодня у нас с вами в рамках проекта, который у нас есть, как хозяин и жилищного урока, в моей институте, мы начали проводить мастер-класс. Один мастер-класс мы уже провели, и вот сегодня на следующий мастер-класс. Моя профессия – архитектор. Значит, данный мастер-класс будет проводить в качестве тренера Вячеслав Степанович Нилов. Заслуженный архитектор России, Республики Татарстан. Очень много он сделал всего интересного в нашей Республике, в России. Поэтому он более подробно все расскажет. У вас будет возможность задать ему вопросы. Дань глубокого уважения Валентину Ивановичу Андрееву. Мы вместе росли, мы вместе жили, общались. Кстати, он, господин Иванович, очень уважал профессию архитектора. Он сам педагог, очень почтительно относился к профессии архитектора. Я с удовольствием откликнулся на предложение Владимира Ивановича, перед вами выступить, рассказать, чтобы у вас в памяти осталось, что есть такая интересная профессия, в которую вы можете, скажем, войти. Это профессия архитектурный факультет. Я положил на стол свои рисунки, старые, новые. Вас научат правильному рисованию преподаватели, художники, скульпторы. Самое главное, чтобы у вас было стремление и тяга к этому. Я помню в девятом классе, как я сделал этот первый рисунок. Тогда Юрий Гагарин полетел в космос. Я увидел красивую фотографию космонавта в скафандре. Она была, ну скажем, вот такого размера. Думаю, дай-ка я попробую ее нарисовать в большем формате. Ну скажем, вот такого. Вот при обучении есть такой предмет истории живописи. У вас какие-то ошибки, а не очень-очень, не очень-очень, как ли? Ой-ой-ка, конечно, конечно. Значит, жидки происходят естественным образом. А вот вы, получается, архитектор. Как вы относитесь к другим искусствам и вообще нужны ли они? Архитектор не может не преклоняться перед другими профессиями, перед другими искусствами, потому что он в переводе архитектор – это главный строитель, архи. Главный тектор, тектоника – это, значит, стройка. Он как бы вершина строительного процесса. Ну как можно не уважать, скажем, каменщика или штукатура-отделочника, который воплощает в натуре свой, значит, труд. Конечно, архитектор почти не относится ко всем. Что касается к другим областям искусств. Взять, допустим, скульптуру. Знаете скульптора Церетелия? Нет. Вот был, он есть, но очень старый. Скульптор-живописец Зураб Константинович Церетелий. Вот в Москве огромная скульптура Петра. Один из выдающихся скульпторов России. Я с ним знаком. Значит, мы с ним сделали в «Челнах» один проект. Но как я не буду с подсенем относиться к нему, значит, если он меня пригласил как скульптор сделать совместную работу? В Казани очень много, значит, памятников, которые делают два человека или две профессии. Скульптор и архитектор. Мне очень приятно, что мы слушали и пытались понять, а в чем же суть профессии архитектов. И надеюсь, что у вас в памяти это где-то как зернышком останется. Вот. И если благодаря этой встрече кто-то из вас решит избрать эту профессию смыслом своей жизни, я буду считать, что эта встреча прошла ненапрасно. Аплодисменты.